Я бы тоже хотел бы поприветствовать всех вас, сказать, что я рад вас всех видеть, рад, что вы все здоровы, или, может, вы болеете, и вы все равно решили прийти. И также я рад, что братья и сестры, которые болеют, пастор, его семья, все остальные, мы рады, что можете к нам присоединиться таким способом, вместе мы можем изучать его слово, вместе мы можем молиться. Знаете, я к этому моменту стремился 4 года, когда мы только начали проповедовать в этой церкви, мне сказали, что тебе до этого микрофона еще нужно расти, и мне дали вот такой. И, оказывается, пришел тот момент, когда я дорос. Спасибо, пастор, что ты мне доверяешь таким микрофоном. Постараюсь никак тебя не опозорить. Я думаю, это будет благословенное время. Итак, откройте, пожалуйста, со мною послание Иакова, первую главу. Сегодня мы будем смотреть на 13 по 18 стихи. И, как вы заметили, на экране уже есть написана наша тема, будет сегодня о грехе. Что нужно помнить в борьбе с грехом? Почему это важно? И вообще, что это значит? Для нас это будет очень-очень важно. Знаете, когда человек кается в своих грехах и признает Бога своим Господом и Спасителем, то у него начинается духовная война, которая длится всю его оставшуюся жизнь. Она не заканчивается, пока этот человек не умрет. И это война со грехом. Грех, который является результат процесса. И именно эта война, этот процесс объединяет каждого верующего человека на этой земле. Неважно, вы покаялись вчера или 40 лет тому назад, мы все проходим через эту борьбу, и нам всем нужна помощь, и нам всем нужно ободрение. И слава Богу, что у нас есть Писание, которое богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, для того, чтобы мы были совершенны, для того, чтобы мы были приготовлены каждому доброму делу. И почему именно этот отрывок важен для нас сегодня? Потому что в этих стихах мы увидим именно, как процесс греха работает. С чего грех начинается, чем он заканчивается. Представьте себе свой телефон. Очень глубокая технологическая штука, которая вообще... Мы знаем просто, как она работает снаружи, но внутри... Я думаю, очень мало из нас раскрывали его внутри и смотрели, что именно там происходит. Но если он не работает, я не могу с ним ничего лично сделать, потому что я не разбираюсь, как этот телефон работает. Мне нужен эксперт, какой-то техник, который может взять этот телефон, разобрать его и починить, что внутри сломалось. Я не разбираюсь, так что я не могу действовать, я не могу решить эту проблему. И также с любой другой техникой, машиной, если с машиной у меня проблемы, я иду к брату. Почему? Потому что он знает, а я нет. Любая другая техника, любая другая электроника, я иду к человеку, который может с этим помочь. Мне нужен человек, который может исправить то, что сломалось. И с грехом ничего не меняется. Если я знаю, как грех работает, какой процесс у греха, то у меня будет намного больше шансов остановить грех перед тем, как он станет грехом. Представьте, я вам дал планы во время войны вашего врага или врага какой-то страны. Если у нас есть планы, то намного легче остановить врага, намного легче выиграть, чем без этих планов. И это описание, этот отрывок, эти стихи очень важны, потому что они открывают, как грех работает. И также потому что Бог призывает нас освящаться. И Бог призывает нас убивать грех, который в нашей жизни. Без этого никак. 1 Фессалоникийцам 4, 3 написано, ибо воля Божия есть освящение ваше. Бог что-то хочет, у Бога есть воля. Какая Божья воля? Чтобы мы освящались той, чтобы мы отделялись от греха, от этого мира и становились более и более похожи на Иисуса Христа. В Колоссяном 3 главе, в 5 стихе Павел пишет такие слова. Он говорит, итак, То есть ключевые слова здесь – это умертвить и отложить все, что связано с грехом. Для верующего человека это есть воля Божия. Становиться более, более как Иисус. И чем больше мы понимаем этот процесс, тем скорее мы сможем убить грех в его корне, отрубить полностью. Мы сможем соблюсти волю нашего Бога. И мы будем делать то, что Он хочет видеть в нас, то, что Он от нас хочет. Итак, здесь Иаков открывает нам 4 истины о природе греха и искушений, которые помогут нам в этой повседневной борьбе. Итак, для начала давайте прочитаем, давайте посмотрим, что нам нужно помнить для борьбы с грехом. Иакова 1 глава, с 13 по 18 стихи. В искушении никто не говорит «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Итак, первая истина, первая правда, факт, который мы должны знать в нашей борьбе с грехом, это то, что у Бога нет цели ввести нас в грех. У Бога нет цели ввести нас в грех. И это мы видим в 13 стихе. Иакова пишет так «В искушении никто не говори «Бог меня искушает». И это очень важно отметить. И очень интересно также отметить, что понимание природы греха начинается с понимания природы Бога. Бог испытывает нас, но Он никогда не искушает нас. И это очень важно отметить, потому что здесь есть разница. Но перед тем, как мы определим эти значения, я хотел бы отметить очень интересную деталь. В греческом языке слово «перасмос» может значить или может переводиться как «искушение» или «испытание». То есть одно слово, два почти противоположных значения. Или «искушение», или «испытание». И мы можем знать, какое это слово, судя по контексту. Можем прочитать и понять, именно какое слово должно здесь стоять. Или «испытание», или «искушение». Например, во втором стихе, это же первая глава, Иаков начинает так. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То же самое слово «перасмос». Но по контексту правильно было бы перевести это как «испытание». В английском переводе мы это видим. «You encounter various trials». Так что здесь, в 13 стихе, кто-то почему-то правильно здесь перевели, когда они говорили, именно здесь говорится об искушении. А во втором стихе почему-то не выбрали то значение. Но сама суть остается, что Бог не искушает, а Бог только испытывает. Итак, какая разница между испытанием и какая разница между искушением? «Испытание» – это тест или проверка нашей веры. Буквально это слово значит «попытка узнать о природе или характера». Конечно, цель испытания – чтобы сделать нас сильнее. Второй стих говорит нам, что Бог посылает эти испытания. И это хорошо, когда они есть. Почему? Потому что они делают нас совершенными во всей полноте, без всякого недостатка. По-английски тут слово стоит «mature». То есть мы растем, мы больше и больше похожи на Христа через испытания. Испытание нашей веры делает нас духовно сильнее, потому что испытание показывает, где мы еще не сильны. Где у нас какие-нибудь слабинки есть? Где у нас какие-то провалы есть? И где нужно исправляться? Я изучал инженерство в школе, и я помню, что у нас был один класс по напряжению, tension. Там очень много разной математики, формулы есть. И есть специальные инженеры мостов. Перед тем, как они строят мост, они испытывают этот цемент или какой-нибудь бетон они будут использовать для этого моста, чтобы проверить, сколько он выдерживает. Если он ломается слишком рано, то они не используют это, они используют другое. Если он выдерживает достаточно этого давления, то они строят этот мост. И мы видим, наши мосты хорошо, слава богу, все стоят, ничего не валится. И это доказательство того, что мост прошел этот тест. Итак, в нашей жизни то же самое. Когда человек ходит в джим, в качалку, он делает то же самое. Он делает своим мышцам больно, чтобы они росли. Это испытание. Искушение, на другой стороне, это уже негативное, это не позитивное. Это уже не проверка, а буквально значит попытка заставить кого-то сделать что-то неправильное. И здесь уже эта разница и видна. Это когда дьявол берет ту же ситуацию, которую Бог предназначил для испытания, и делает все возможное, чтобы мы поступили как-то неправильно, чтобы мы среагировали, чтобы мы согрешили. Вот нам наглядный пример. Например, вы спешите на работу. У меня такое бывает. Я работаю в Туалатин. Чтобы мне быть 8 часов на работе, мне нужно примерно выехать не позже 7-20. Но, зная Портланд, зная Уилсонвилл, всегда бывает, какой-то человек где-то загляделся, не посмотрел, и авария, и ты сидишь в трафике. И вот вы спешите на работу, и бум, трафик. Это Бог допустил испытания. Бог, может, Он хочет проверить ваше терпение. Может, Он хочет посмотреть на вашу реакцию и ваше доверие в той или иной ситуации в вашей жизни. Какая у вас природа или характер на тот момент. Но дьявол берет тот же трафик, который Бог предназначил для испытания, и Он обращает наше внимание на то, что сейчас вы опаздываете, и Босс вам не будет недоволен, и что вы должны были начать одну встречу с людьми главными, а вас нет. И начинается. И это испытание превращается в искушение, потому что мы тест провалили. Одна ситуация, два разных результата. Бог не искушает, а испытывает. А дьявол, с другой стороны, берет и использует те же испытания и превращает их в искушение. И, наверное, это было какой-то проблемой у христиан того времени, потому что Иаков об этом и пишет. Оказывается, когда Иаков писал эти послания рассеянным христианам, то наверняка были люди, которые как-то винили или обижались на Бога. Представьте себе, вы находитесь в рассеянии, вас преследуют, убивают, сажают в тюрьмы, у вас нет денег, не можете нормально работать. Может быть, как-то ваша семья рассоединилась, вы не видели никого. Вы, может, сами в одиночку пытаетесь выжить. И эти люди как-то винили или обижались на Бога, говорят, что это его вина, что мы в такие ситуации находимся. И они говорили, я могу представить разговор этих людей, они говорят, ну вот Бог нас искушает, зачем Он наставит такие ситуации, где мы можем согрешить, где я могу среагировать неправильно. И почему-то у нас, людей, есть такая тенденция искать, кого можно обвинить. И знаете, еще тут важно очень отметить, что такое понимание у верующего человека показывает, что нет мудрости. Этот человек не понимает, как в 2 стихе говорить, что это хорошо, когда мы впадаем в различные искушения, потому что это проверяет наш характер, это проверяет нашу природу. И человек, кто так реагирует, показывает своим поведением, своей реакцией, что нет мудрости, нет понимания того, что это хорошо. И как в 5 стихе говорится, если же у вас кого не достает этой мудрости, то спросите у Бога, Бог даст. Так что этот есть тест сам по себе. Люди могут дальше говорить, я представляю, а кто тут виноват, как не Бог? Он же суверенный. Как он ожидает, что я в таких ситуациях буду самым святым человеком? Но Иаков поправляет этих людей. Он говорит, подождите, вы не можете винить Бога, потому что Бог не искушает. Это не его план. Он вообще тут ни при чем. Почему? Во-первых, потому что Бог не искушается злом, как мы видим здесь в 13 стихе. И во-вторых, потому что сам Бог не искушает никого. Тут очень одна интересная деталь, которая видна чуть больше в английском переводе. Там не просто написано, что Бог не искушается злом, или Бог не искушает других людей, но что Он не может искушаться злом. He cannot. Вы знали, что есть вещи, которые Бог не может делать? Мы привыкли к тому, что Бог суверенный, Бог все может. Но есть вещи, которые Бог не может делать. В этой ситуации мы видим, как Бог не может искушать, и Бог сам не искушается. Мы с вами не умеем летать, это не в нашей природе. У Бога в природе не искушать и не искушаться. Бог не может быть искушенным или нас искушать, потому что в 17 стихе, если мы посмотрим чуть ниже, описывается именно противоположная истина. От того, что... Или описывается, что от Бога только исходит доброе. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Тут мы видим важное знание Божьей природы. Как верующие люди, мы не можем просто кидаться словами о Боге. Я помню, когда пересекался с людьми некоторыми, которые... У них есть представление о Боге, как бы в общем, но то, что они не знают, они дорисовывают. И в этом очень большая опасность, потому что так можно себе очень быстро сделать идола. Когда мы имеем большую картину о Боге, у нас, например, этой части нет или этой части нет, то мы нашим воображением можем просто дорисовать, придумывать. И сказать, ну, Бог такой. Я думаю. Или я считаю. Я чувствую. Это самые любимые слова в нынешнем веке. Я чувствую. I feel. Но знаете что? Несмотря на наши feelings, несмотря на наши чувства, Бог не меняется под нас. Он есть такой, кто Он есть. Наше понимание Бога должно только исходить от Писания. И это значит, нужно Писание читать, его нужно изучать. Потому что мы должны иметь правильное понимание, правильное видение, кто такой Бог по-настоящему. И Яков, это он делает. Он берет и он корректирует. Он показывает, братья и сестры, подождите. Вы не можете винить Бога, потому что это против его природы. Бог не может ставить у вас такие ситуации, чтобы вы грешили. Это не его вина. Потому что это против его природы. Наоборот, он только посылает хорошее, он только посылает доброе, он отец света, у него нет изменений, у него даже нет никакой тени перемены. Как вы можете говорить о том, что Бог искушает? Он как солнце, Бог как солнце, которое светит на гору мусора. Представьте себе, лэндфилд, да, и там мусор полно, там воняет, гниет, там все подряд есть. Солнце светит на него, но мусор никак на солнце не действует. Так же и Бог. Бог находится над этим злом, он видит все, но оно его никак не касается. Зло на Бога не влияет. Святой совершенный Бог не искушает нас. Мы должны это запомнить. Наоборот, мы вначале читали, что Бог хочет, и Он требует святости. Как Он будет своих же собственных детей ставить в такие позиции, где они могли бы согрешить? Но тогда, если не Бог, если не Бог виноват в этой ситуации, то кто? Откуда у нас эта тяга ко греху? Кто виноват? Это приводит нас ко второй истине о природе греха. Оказывается, мы сами виноваты в наших искушениях. Вторая истина, которая поможет нам понять природу искушений, это то, что грех приходит посредством или через собственное обольщение. Грех приходит через или посредством собственного обольщения. Смотрите со мной в 14 стихе. Говорится так. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Ага. Это не Божья вина. И это не чья-то другого человека. Он меня подрезал, она меня обозвала, и я среагировал. Вот это их вина. Нет, братья и сестры. Оказывается, Писание говорит, что это моя личная вина, я сам себя обольщаю, через мою собственную похоть я увлекаюсь и обольщаюсь. Знаете, в притче 19.3 написано, что глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Глупость человека, очень интересно, подумайте, извращает путь. Сам человек к себе глупость надел, оно его извратило путь, но он негодует на Бога. Он говорит, Бог, что ты мне сюда поставил? Зачем я в этой ситуации? И знаете, даже очень интересно, что неверующие люди это понимали. Я не знаю, если вы когда-нибудь читали Одиссея, не знаю, правильно я сказал, Одиссея, да, книга такая, или поэма, греческая поэма, да, Гомер или Гомер, как сказать правильно, Гомер? Как? Гомер? Гомер, извиняюсь. Я по-английски называю Хомер. А Гомер, он написал эту повесть о Одиссеи, человеке, который там десятками лет пропадал от своей семьи. Ну, короче, там одна есть очень интересная повесть, или такая как бы маленькая часть, когда Зевс, самый главный бог, греческий бог этой мифологии, как бы жалуется на людей. И он говорит так, очень удивительно, насколько легко людям винить богов и верить, что мы причина их проблем, когда это их злость и глупость, которая приносит им печали, намного суровее, чем те, которые судьба когда-то бы смогла поднести. Интересно, что люди на тот момент, даже неверующие, понимали, хоть у них там была полностью противоположная теология, они веровали вообще и не близко к христианству, но они понимали, что у людей тенденция есть винить какое-то большее существо. Бог испытывает, дьявол искушает, но мы впадаем в эти искушения и некого винить, кроме себя. Это то, что мы видим здесь. Чтобы показать серьезность искушения и нашей греховной природы, Иаков использует иллюстрацию. И здесь очень интересно. И два слова, которые описывают ситуацию, связанную с охотой или рыбалкой. Увлечение и обольщение. В общем, мне нравится Иаков, потому что он визуальный какой-то был мужчина. Если вы читаете все его послание, он очень классно умеет переводить примеры. Он, наверное, был хорошим проповедником на то время. Если вы смотрите и читаете, то в шестом стихе он описывает сомневающийся человека, как морская волна. В конце первой главы он описывает человека, который не исполняет Слово Божие, как тот, кто смотрит в зеркало, замечает себя, ничего не изменяет. В третьей главе он вообще про язык там очень много говорит. У этого человека очень хорошо работало его воображение. Итак, он использует слова, которые все знали на тот момент, связаны с рыбалкой и охотой. Увлечение и обольщение. Увлечение, наверное, по-английски они перевели чуть-чуть точнее. To drag away. Это, наверное, было бы лучше перевести это слово как drag away, то есть утащить. И это буквально, что это слово значит, утащить, быть увлеченным своими желаниями. Когда это использовалось в охотнической ситуации, то это означалось или использовалось, когда брали какого-нибудь животного, зверя, который попал в ловушку и они его тянули или утаскивали с собой. Обольщение, с другой стороны, это пробудить какой-то или кого-то интерес к чему-либо ловкими мерами. Увлечение – это утащить. Обольщение, извиняюсь, пробудить кого-то интерес к чему-либо и тут ключевые слова ловкими мерами. Чтобы лучше понять, давайте я вам дам иллюстрацию сверх этой иллюстрации. Я знаю, мы все знаем рыбалки. Я не рыбак, я, может быть, за всю свою жизнь два раза закидывал удочку, но я сам знаю вообще саму идею. Нужно иметь крючок и нужно иметь какую-то наживку или приманку, обычно червячка или какой-нибудь там power bait, что рыбкам нравится и закидывается. И мы надеемся на то, что приманка это или этот червячок, который закрывает этот крючок, что рыба на это накинется, и мы сможем себе рыбу захватить или рыбу взять. Но с охотой еще намного серьезнее. Я знаю, у нас есть братья, которые охотники, они могут подтвердить то, что я говорю. Я читал одну статью, когда готовился к проповеди, в которой говорилось, что если у вас есть какой-нибудь участок земли для охоты, оказывается, у людей есть участки земли только для охоты, но если у вас такая земля есть, то есть некоторые определенные вещи, которые вы можете сделать, чтобы привлекать животных к себе. Намного легче охотиться, когда животные к тебе приходят. Правильно, охотники? Намного легче, чем за ними еще бегать, искать. Купил землю, и они говорят, вот что тебе нужно сделать, чтобы животные приходили. И они такие вещи, люди до такого придумали, они говорят, окей, во-первых, тебе нужно выжить, выжить все. Ты сжигаешь все старое, что мешает, дает новым росткам расти, там растет разная трава, то, что им нравится, это привлекает животных. Там также говорилось о том, что хорошо нужно посадить специальную еду, если ты на оленя, тебе нужна такая трава, если ты на какого-то дикого быка, тебе нужна такая трава, если ты на утку, тебе нужно такое. И еще они говорят, тебе нужно и пруд туда сделать, налей воды. Почему? Потому что животным нужно пить, они придут, и ты будешь их там ждать, и так далее, и так далее. И представьте себе оленя, или какую-то утку, или какого-то дикого быка, который идет и видит это место, и думает, вау, класс, все хорошо, безопасно, еда есть, укрытие есть, но незаметно за этим не видно охотника, который просто ждет подходящего момента. Вот именно это Яков пытается показать. Но смысл в том, что охотник же и мы сами, мы себя же увлекаем, и мы же себя и обольщаем, мы же себе ставим ловушку, капканы, сеть, и эта приманка, то, что нас тянет, это наша собственная похоть. Мы никак не можем других винить, особенно Бога, потому что проблема лично в нас. И заметьте тоже интересный фактор, что тут нету дьявола. Тут не говорится, ну, Бог не искушается злом, и сам Бог не искушает никого, но каждый искушается, ну, и дьявол где-то тут замешан. Тут вообще о дьяволе нету слова. Яков не предупреждает о сатане, потому что он не может нас заставить грешить. Вы знаете, что даже во время тысячелетнего царства сатана будет связан, он будет скован, он не сможет делать свою работу, его действие будет остановлено, но зло все равно будет существовать. Люди все равно будут грешить. Как? Потому что проблема не в дьяволе. проблема в наших людях. Нам не нужен сатана, чтобы грешить. Нам достаточно нас самих. И все, что дьявол может сделать, он может взять тот грех, который в нас, и усилить его. Вы знаете, что в конце этого зала, там, где Тима сидит, там есть пульт, усилитель. И то, что он делает, он крутит кнопочки, и делает, что вы меня слышали. Усилитель не источник звука. Все, что он делает, он его делает громче. Звук исходит от меня. Таким же способом дьявол все, что он может сделать, он не заставляет нас грешить, он просто берет уже существующий грех в нас и использует его против нас, усиляя его проявление через искушение, которым мы подаемся. В Марка 7 главе 15 стихе Иисус сказал такие слова, что ничто входящее в человека извне не может осквернить его. Не то, что исходит снаружи, оскверняет человека, но то, что исходит из него, то оскверняет человека. И в другом месте он говорит о сердце. То, что в сердце, оно оскверняет нас. Думали ли вы когда-нибудь об этом? Что вся суть моего греха является просто глубокое желание. В этом стихе слово похоть значит именно то желание, которое запрещено или просто большое страстное хотение. Это желание, оно внутри нас. Этим желанием мы сами себя увлекаем и этим желанием мы сами себя маним. Один комментатор на это место в Библии так это сказал. Необычная яркость этих образов, образов охоты и рыбалки показывает, насколько опасен злой импульс. Злое желание внутри нас действует как привлекательная приманка. Знаете, это любое желание. Я об этом думал, думаю, какое желание у нас, что приводит нас, какая похоть есть у нас, которая приводит нас к греху. И, конечно же, очень большая это, мы в Писании видим пример этого сексуальная похоть, но это не всегда так. Не всегда нужна сексуальная похоть, чтобы согрешить. Люди желают и других вещей, такие как признание людьми, желание обмануть кого-то, чтобы получить какую-то прибыль, желание получить какое-то запрещенное удовольствие. Сколько людей, столько желаний. Этих желаний у нас много. И Яков пытается показать своим читателям, что это желание тянет нас к греху. И правильное понимание природы греха или процесса греха и искушение дает нам возможность остановить этот грех перед тем, как он станет грехом и иметь победу. В 16 стихе Яков говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Вдобавку к всему этому он говорит, не делайте ошибку, не обманите себя, правильно судите, поймите то, что нас влечет, оно внутри нас. И смотрите, как он нежно это сделает. Я знаю, что это не самая главная тема здесь, но здесь можно сделать большой урок от того, как обличать. Яков был пастором на тот момент, он мог бы, как говорится, наехать на этих людей, сказать, как вы смеете на Бога такое говорить, Бог не искушает, вы что, не знаете его природу? Но нет, как он говорит, он говорит, братья мои возлюбленные, не обманывайтесь. Шанс есть обмануть себя. Есть возможность сказать себе, что нет, это не я виноват, это Бог меня поставил в эту ситуацию, или дьявол меня искусил, я как-то не пободрствовал, или эти люди как-то себя плохо повели, и я в этой ситуации не среагировал правильно. Есть этот обман, есть эта возможность, есть потенциал. Но Яков говорит, подождите, это будет часть нашей жизни, пока мы не умрем. Мы будем бороться с грехом. Сам Павел даже говорил об этом в Римлянам 7 главе. Он говорит, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в флоте мое доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Интересно, Павел показывает то, что что-то внутри меня всегда борется. Одна часть меня ненавидит зло, другая часть любит зло. Одна часть готова жить, делать добро, другая не хочет. Говорит, не я хочу, а плоть хочет. Павел понимал это. Если мы привыкнем к этим похотям и ничего об этом желании не будем делать, не будем останавливать его, то есть, это может стать роковой ошибкой. Тот же комментатор сказал так об этом стихе. Иаков хочет, чтобы мы знали, что грех, когда созревает, является фиксированной привычкой. Если мы не будем осторожны, мы можем научиться злу, что является отрезвляющей мыслью. Какая страшная мысль о том, что если мы не будем на чеку, если мы не сможем, не будем осторожны, то есть шанс, что грех станет привычкой. Мы себя натренируем к тому, что грех это норма. Это почему это очень важно знать, как грех работает. Иметь эту чувствительность ко греху. Мы знаем, что Бог не искушает. Мы знаем, что мы только искушаем себя похоти, но как это остановить? Это самое, наверное, ключевое слово здесь, самый ключевой вопрос. Что я могу сделать, чтобы остановить эту похоть? Что мне нужно знать, чтобы победить грех? И это нас приводит к третьей истине. Третья истина гласит так, искушение это процесс. Искушение это процесс. Я хотел бы добавить, что это процесс, который можно и который нужно остановить. Посмотрим на 15 стих. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. У Якова есть еще одна для нас иллюстрация. До этого человека не кончаются примеры. Очень яркая картина. Здесь мы видим процесс искушения, как процесс беременности. Меня жена сейчас беременна. Мы в мае ожидаем маленького малыша. И для меня это очень яркая сейчас картина. мы конечно не будем изучать биологию, но мы понимаем откуда берется или появляется маленький детеныш на этот свет. Сначала должно быть зачатие, потом ребенок растет, развивается в животе у мамы и наконец он рождается. Все знают это. Именно эта иллюстрация показывает нам, как рождается грех. Грех рождается. Это процесс. Он откуда начинается и он где-то кончается. та похоть, о которой мы говорили в 14 стихе, зачав, рождает грех. А этот грех, результат этого греха, он приносит с собой смерть. Я хотел бы остановиться на теме похоти на чуть-чуть. Мы уже определили, что это сильное страстное желание. Но мы должны глубже понять, что это источник или начало всех искушений. Лично мы движимы нашими похотями. Сколько много зла появилось в этот мир просто из-за слов «Я хочу». Подумайте об этом. Сколько войн, сколько убийств, сколько было абортов сделано для того, чтобы случились как последствия какой-то похоти. Будут ли это деньги, будут ли это слава, будет ли это какой-то человек, время, fill in the blank. Люди в этом мире руководятся словами «Я хочу». «Я хочу». Ты можешь с не соглашаться, ты можешь меня не любить, ты можешь не верить в то, что я верю, но я хочу. И то, что я хочу, я буду делать. Наши личные источники, извиняюсь, наше личное желание источник всего зла. ни дьявол, ни кто-то другой, ни Бог, но мы. Но когда мы каемся, здесь все меняется. Когда мы каемся, наша природа меняется, и наше при этом желание меняется. Мы больше не думаем о том, что я хочу, но мы думаем о том, что Бог хочет. Солом 36, 4 стих написано «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Опа, вот это стих. Ты просто утешаешься Господом, а Он тебе дарит все, что ты хочешь. Нет, мы не можем так интерпретировать это описание, этот стих, потому что мы можем смотреть на контекст всей Библии, и мы понимаем, что это значит. Когда мы утешаемся Господом, когда мы находим покой, мир, мы доверяем Богу, то Он меняет наши желания на свои. Он исполняет желания сердца нашего, потому что они сходятся с Его желаниями. Как это возможно? Он просто дает свои желания. Когда мы с Ним, то наши желания меняются. Я думаю, мы все заметили, что когда мы покаялись, когда это было в нашей жизни, мы заметили перемену в нашей жизни. То, что нам раньше нравилось, то, что раньше приносило какое-нибудь удовольствие, то сейчас, в этот момент, после покаяния, оно уже не приносит удовольствия. Что-то поменялось внутри. То, что я раньше любил, я теперь ненавижу, или оно как-то мне неприятно, даже противно, а то, что я раньше ненавидел, теперь для меня приятно. Я помню, я всегда рос в церкви, но я помню рассказы людей, которые каялись, или приходили в церковь, когда они были неверующие, они сидят туда и думают, капец, что тут люди делают вообще, тут так неинтересно. А когда каются, приходят, они не могут выйти из собрания, они любят, они приходят на все, они слушают проповеди с великим ожиданием, они хотят больше и больше изменяться, больше и больше изучать. Что поменялось? Желание. Желание поменялось. Где раньше грех был привлекателен, где мы раньше находили мир и покой, то теперь все сейчас по-другому. И это сильная похоть, эта страсть ко греху, она постепенно уходит с нашим духовным ростом, с нашим освящением. Но знаете, почему-то так, почему-то так у нас в этом мире, что греховная природа все равно остается. Наше желание меняется, наш дух возрождается, мы теперь одно с Христом, но почему-то эта греховная природа есть, она никуда не уходит. И даже если мы уже много лет верующие, даже опасность греха всегда остается. Мы не можем расслабляться и сказать, ну, окей, я 10 лет верующий, как бы те грехи задние уже мне не привлекаются, нормально. Нет, шанс еще есть, привлекательность еще может быть, особенно прошлых грехов. Один человек сказал так, каждое искушение согрешить, это искушение возродить привлекательность прошлых грехов. Что дьявол делает? Он усиливает тот грех, который в нас и говорит, ага, смотри, как красиво. Ты раньше его любил, а что поменялось? Смотри, как красиво, возьми, делай. И понимая этот процесс, понимая, как это все работает вместе, это ключ всей нашей победы. Мы должны запомнить этот процесс и понять, что грех, его можно остановить. Мы не беззащитные. Если похоть не зачнет, то она не сможет родить грех. И искушение полностью можно остановить. Един хороший пример этого процесса мы видим в жизни Давида в Вирсаве. Очень часто мы, может, судим этих людей за их поведение, их грех, это просто показывает их человечность. Что даже муж по сердцу Божьему мог впасть в искушение, дать похоть и зачать грех, и потом его родить, результат которого было смертью маленького малыша. И не только малыша, мы еще посмотрим через минутку, что там было, какие последствия. Откройте основное 2 царство 11 глава. Я специально его не буду высвечивать, чтобы мы вместе могли открыть, посмотреть именно в это послание, в эти стихи вместе. 2 царство 11 глава. Мы буквально пару минут посмотрим на этот Богом оставленный пример. Смотрите здесь со 2 стиха. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Вирсавия, дочь Ельяма, жена Урия, хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею, когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Мы здесь остановимся на пару секунд. Смотрите во второй стих. Здесь мы видим похоть. Зарождается это желание, есть искушение. Однажды под вечер Давид встав с постели прогуливался на кровле царского дома. Это не грех. Все нормально. Прогуливаться ночью на крыше можно. Но идет дальше. И увидел с кровлей купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. Это тоже еще не грех. Но искушение уже есть. Потому что в третьем стихе мы видим зачание этой похоти. Вместо того, чтобы отвернуться, вместо того, чтобы уйти, зарезать, зарубить корни этого греха, что Давид делает? Он дальше его распространяет. Он говорит, а как ее зовут? А кто она такая? И послал Давида разведать, кто эта женщина? сказали ему это Версайя. Кстати, у нее бы муж тоже. Она жената. И что Давид делает? Вот в четвертом стихе мы видим рождение этого греха. Он продолжается. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней, и когда жена очистилась, она возвратилась в дом свой. И знаете, что интересно, что процесс греха не просто останавливается на одном каком-то грехе. Обычно всегда за собой есть другой какой-то грех, и не один. Здесь мы видим, как грех блуда перерастает в другой грех, грех убийства. И мы все знаем эту историю, мы слышали ее с раннего детства. В 15 стихе Давид говорит так, поставьте урью там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Как муж по сердцу Божию докатился до такого? Потому что он не зарубил похоть в своем сердце. И знаете, что случилось? Какие последствия были? Откройте перевините страницу в 12 главе. Когда Нафан пришел к Давиду, вот что Господь через него говорит в 11 стихе. Вот я возлю на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я перед сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Что получилось? Давид получил то, что он хотел, но последствия какие? У него потом Ависолом чуть ли царство не разрушил, его сын умер, он убил другого мужчину. Братья и сестры, это последствия или процесс этого греха. Подумайте немного о своей жизни. У нас точно такой процесс. У нас появляется какая-то похоть. Да, может быть, мы не до такой степени еще докатились, или мы, может, не ходим по крыше и ищем красивых женщин, но есть другое. появляется похоть и вместо того, чтобы зарубить, мы ее перевариваем. По-английски слово rationalizing. Мы ее оправдываем, мы думаем, ну окей, мы пытаемся себя как-то убедить, что все будет хорошо. И вот это зачатие, плод растет, и наконец появляется этот грех. И очень часто, точно так же, как и у Давида, один грех приносит за собой второй, и третий, и четвертый, и перерастает, и что в конце концов приносит или приводит к смерти. Нам нужно очень, или нам очень важно понимать этот образ беременности, потому что чем раньше вы сделаете аборт этому ребенку, если так можно сказать, тем лучше будет. Это единственный аборт, разрешенный Богом. Итак, как сделать этот аборт? Что нам нужно сделать, и что поможет нам иметь победу над грехом и обольщением? Процесс есть, нам нужно теперь как победить? И ответ мы видим в 18-м стихе. Наша последняя истина гласит так, обольщение можно победить только через истину. Обольщение можно победить только через истину. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Что такое истина? Если мы спросим этот вопрос у студентов университета, они скажут, что истины нет, или она субъективная, то, что тебе истина, это мне может быть не истина. Но знаете, это неправильное мышление, и это не честно к словам, которых мы используем, потому что значение слова есть. Истина это то, что соответствует или совпадает с реальностью. Это то, что есть фактом. Все, что соответствует реальность, это истина. Все, что мы видим, все законы земли, это Божья истина. То, что я здесь стою, это истина, это факт. То, что это коричневая, это истина, это факт. То, что есть закон притяжения, это истина, это факт. Все, что соответствует с реальностью, это истина. Но истина не только соответствует с физической реальностью, но она также соответствует с духовной. То есть духовные факты, есть духовные истины, которые нельзя поменять. Разницы нет, ты это принимаешь или не принимаешь, факт остается фактом. И эти Звучат так. Бог существует. Веришь ты в Него или нет, это факт. Твоя вера или неверие в Него не меняет Бога и Его природу. Он все равно существует без тебя. Ты Ему не нужен. Он создатель. Он создатель всего видимого и невидимого. И поэтому Он имеет полное право устанавливать правила и законы. Он это может делать. Это факт. Это истинно. Все, что Бог сотворил, Он сотворил для Своей славы. Это тоже истинно. И также истинно, чтобы Его творение ставило Его на показ. Это тоже истинно. Но реальность такова. Люди, Его самое высокое или, скажем, лучшее творение, взбунтовали против Его и посадили себя на трон. Не Он славится, а люди. И люди даже не хотят иметь дело с Богом. Одно из самых первых мест, которые я запомнил в Римлянам, это была третья глава. Там длинный перечень истин духовных о людях. Что никто не ищет Бога, никто даже не хочет иметь дело с Ним. Никто не любит Бога. И люди только хотят славить себя. И люди даже не только не хотят иметь дело с Богом. Они даже придумывают разные способы, чтобы убрать даже идею о Боге полностью с их жизни. Такие, как эволюция и остальное. Люди не понимают или они не хотят понимать, что это путь к вечной погибели. Потому что бунт должен быть наказан. Божий характер требует справедливости. Это тоже Его природа. Это тоже есть истина. Мы не можем это поменять. Бог не может закрыть свои глаза на грех или на бунт. Но Бог не оставляет нас на произвол судьбы. Это тоже истина. Он не просто машет нам рукой с неба и говорит «Good luck», «Удачи». Как-то выкарабкайтесь из этой ямы. Он идет нам навстречу. И в Римлянам говорится, что Он умер за нас, когда мы еще были грешниками. Это тоже истина. Павел в Ефесянном говорит, что все мы были мертвые и жили под влиянием дьявола и своей похоти. Но написано там «Но Бог по своей великой милости и благодати, Он родил нас этим словом истины». То есть Он открыл наши глаза к реальности. Мы не хотели видеть этого. Мы не искали Бога. Мы не хотели ничего иметь общего с Богом. Но Бог возродил нас. И Он открыл нам глаза, чтобы видеть эту реальность. Из-за того, что кто Бог есть и кто мы по сравнению. И теперь мы можем видеть нашу греховность и мы видим нашу нужду в Боге. И для чего Он нас родил? В 18 стихе написано «Чтобы нам быть некоторым начатком Его сознания». Очень интересная фраза. Что это значит? Начаток – это буквально значит первые плоды. Бог нас возродил истинно, чтобы мы были какими-нибудь первыми плодами в Его сознании или между Его сознанием. Один человек это описал так. Первоначально – это выражение начаток – это первоначальное ветхозаветное выражение, относящееся к первому и лучшему урожаю, который Бог ожидал получить в качестве приношения. Предоставление Богу этого первоначального урожая было актом веры в то, что Он исполнит Своё обещание о грядущем полном урожае. И точно так же христиане являются первым свидетельством нового Божьего творения, которое должно прийти и уже сейчас в своей новой жизни насладиться предвкушением будущей славы. Бог нас возродил, чтобы мы были свидетельством того, что будет в будущем. И Он хочет, чтобы мы продолжали в этой истине. Помните, Иисус молился в 17 главе Иоанна? В 17 стихе Он сказал так. «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Наше освящение, наше преображение в образ Христа зависит полностью от того, сколько мы пересекаемся с истиной. Нам нужна калибровка. Пастор очень любит это слово. Мы уже много слышали о том, что нужно направить свой датчик. Если вы не слышали, извиняюсь, иллюстрация того, что есть подводные лодки, которые, если они слишком долго под водой, у них компас сбивается чуть-чуть. И что им нужно? Им нужно выйти на поверхность, им нужно настроить свои GPS-ы с этими спутниками, которые находятся в небе. Именно в такой же калибровке нуждаемся и мы. Чем больше мы пересекаемся с истиной, чем больше мы калибруем наши мысли, наши желания, наше понимание о том, кто Бог есть и кто мы, то намного меньше шансов, что мы впадем в грех. И намного больше шансов, что у нас будет победа. Если мы хотим сделать аборт нашим похотям, если мы хотим зарубить в корне весь этот процесс, то это будет возможно только с истиной. Как это работает? Как это работает? Очень быстро. Мы окружены обманами. И дьявол использует наши испытания, чтобы как-то усилить тот грех внутри нас и разжечь нашу похоть. Но что истина делает? Она заменяет ту ложь на реальность. Эта истина напоминает нам о том, кто Бог. Эта истина напоминает о том, кто мы. Эта истина напоминает нам о том, что мы грешники, которые спасенные. И что Бог требует от нас святости. И что наша природа поменялась. И теперь цель нашей жизни – жить по воле Бога. Это что истина делает? It brings us back to reality. Оно меняет наше мышление. Оно помогает нам думать правильно. Заметьте, когда вы не читали Библию неделю или две, насколько легко грешить. Как-то крикнуть на кого-то, как-то неправильно среагировать, позлиться, сказать плохое слово. Не знаю. Fill in the blank. Мы все грешим по-разному. Но когда в тебе... Почему-то когда в тебе Писание есть, ты только почитал, тебя хоть бей палкой. Ты будешь любить всех и говорить, я тебя люблю, все хорошо. Реакция какая? Ты руководим истинною. Для верующего человека это должно быть на уме 24 на 7. Как я могу в этот момент напомнить себе истину? Это для чего мы ходим в церковь. Но два часа – это недостаточно. Это не помогут нам бороться, если мы только два часа в неделю приходим и надеемся, что здесь хватит истины на остальную неделю. И нам нужны другие братья и сестры. Нам нужно утреннее время в молитве чтения Писания. Не только чтения, но и изучения, как Виня уже говорил. Нам нужно меритить, нам нужно думать о том, кто Бог есть, что Он сделал для нас. Утреннее проповеди. Нам нужны песни. И не просто верующие. Верующие. Нам нужны песни, которые имеют истину в ней, которые цитируют Писание, которые поют о том, кто Бог есть. Нам нужны дискуссии, нам нужны конференции. Любая возможность пересекнуться с истиной нам только пойдет на пользу. Получается, наша христианская жизнь начинается с истины. В Вериме нам 10-17 написано, что вера отслышания, отслышание от Слова Божия. Но она дальше продолжается с истиной. Яков призывает всех верующих напоминать себе истину. Только так мы сможем иметь победу над обольщением и грехом. Только с истиной мы сможем сделать аборт греха перед тем, как он станет плодом. Мои братья и сестры, я вообще ни в коем случае не ставлю себя экспертом на эту тему. Я не тот техник, который все знаю, которому вы пришли о помощи. Наоборот, из всех вас я, наверное, самый меньший знаю. Но то, что я могу сказать, это то, что we're all in the same boat. Мы все в той же самой лодке. И мы должны учиться вместе, помогать и молиться вместе, молиться за друг друга. Как я уже сказал в самом начале, что нет разницы между нами. Вы пока или вчера, или 40 лет тому назад. Грех и искушение, они все равно есть. Мы все находимся в этом греховном теле с желаниями. Но опасность старых желаний всегда есть. Возможность грешить будет, и она будет с нами, пока мы не умрем и будем с Иисусом. И что поможет нам? Это понимание этого процесса. Как грех и искушение работает. Бог призывает нас умерщвлять, зарублять, делать аборт греху. Земные члены и все нужно отложить как верующие нас, надежда на то, что мы можем это сделать. И в следующий раз, когда мы сталкиваемся с ситуацией, в которой Бог предназначен нам быть испытанием, мы должны бежать к тому, чтобы Бога винить. Мы должны понимать, что здесь где-то есть какой-то процесс. Мы должны понимать, что здесь возможность тому, что процесс может начаться с возбуждения наших желаний, что мы должны быть на чеку, и мы должны зарубить эту похоть до того, как она станет грехом. Потому что опасность очень велика. Если мы не зарубим, если мы не остановим этот процесс, Яков говорит, что результат будет смерть. Пусть эти знания, эта истина помогут нам в нашей борьбе с грехом. И чтобы в этом Бога имя было прославлено, чтобы он был поставлен на показ, а чтобы мы стали более похожи на Христа. Аминь. Давайте встанем и помнимся в конце. Дорогой Бог, мы рады, что мы имеем истину, и что мы не должны что-то придумывать, мы не должны как-то себе, как-то что-нибудь говорить, Господь, мы можем идти к тому источнику, который все сотворил, который установил все правила, который знает все. Спасибо тебе за Писание, за то, что в ней Яков однажды написал напоминание о том, что греха есть процесс. Господи, мы все, никто из нас не лучше, мы, мы можем в разных стадиях нашей духовной жизни, кто-то из нас мы больше experienced, но мы понимаем, что мы все в одной лодке, мы все боремся с грехом, Господь. Пусть это истинно, мы просим, чтобы она вложилась в наше сердце, работать своим Духом Святым, напоминай нам о том, что есть процесс греху, и можно, и нужно его остановить, Господь. Помоги нам никогда не винить Тебя и ни других людей, прости нас, когда мы это делаем, помоги нам помнить, что это собственная пухоть, которая нас же обольщает, Господь. Прости нас в те моменты, когда мы не соблюдаем Твою волю, и помоги нам самое важное, самое большее, иметь эту силу в Твоей истине, идти к этой истине, изучать Писание, иметь эту калибровку, напоминать себе истину о том, кто Ты есть, кто мы есть, как мы нуждаемся в Тебе, потому что это единственный ключ, который поможет нам зарубить эту пухоть, зарубить этот грех, Господь. Молим Тебя, работай в наших сердцах, в нашей церкви, пусть Твое имя будет прославлено. Слава Тебе за все. Аминь. С миром. С миром. Продолжение следует...